На Новый год подарки принимают не только родные и близкие, но и музеи. Тем более, когда учреждения отмечают еще и свою 121-ю годовщину. Интересная акция под названием «День дарения» прошла в Ульяновском областном краеведческом музее. Все желающие в этот день могли передать музей предметы, документы, фотографии, представляющие историческую ценность. На сегодняшний момент фонды нашего музея насчитывают где-то около 144 тысяч музейных предметов. Это очень много. Это археология, палеонтология, этнография, фотодокументальный фонд. То есть все оружие, ткани, костюмы и так далее. И ежегодно наши коллекции, конечно же, пополняются. И, вы знаете, бывают иногда очень редкие уникальные находки. Нам, конечно, очень приятно, что жители нашего города понимают ценность предметов, которые иногда попадают к ним в руки. Среди подаренных музею экспонатов встретились совершенно разные и непохожие друг на друга вещи. Бытовые предметы прошлого века, советские игрушки, солдатский жетон периода Первой мировой войны, коллекционные издания и окаменевшие останки рыб возрастом 125 миллионов лет. Теперь нашли свой дом в огромном фонде музея. Педагог и выпускница Ульяновского пединститута Нина Матвеенкова передала музею собрание материалов своего преподавателя Людмилы Грюковой, 42 года проработавшей на кафедре зоологии естественно-географического факультета. Среди материалов личные документы, награды, фотографии, статьи и коллекции жуков. Она была архивариусом и не только собирала материал своего факультета, истории своего факультета, но и других факультетов. Она собрала очень большой альбом участников войны преподавателей пединститута со всех кафедр. В числе дарителей оказалась и газета «Ульяновская правда». Наши коллеги преподнесли пейзаж императорского моста в кисти неизвестного художника. Дарья Судрева, Павел Макаров. Новости «Ульяновской правды». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова